Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о книгах, которые планировал рассказать на 9 мая, на День Победы, но, к сожалению, не успел их прочитать. Прочитал буквально завтра вторую книгу. Это «Горящий снег» Юрия Бондарева. «Пип батальона просит огня и последние залпы» тоже Юрия Бондарева. Три произведения о войне, видите, довольно объёмные. Страница 800 вместе, даже 900. Три произведения о войне. Видимо, автор считал, что он высказался полностью в этих трёх произведениях, потому что больше он о войне не писал. Он писал только о современности. Юрий Бондарев, писатель выдающийся, прожил 96 лет. И сравнение его с Василием Быковым безусловно, потому что Василий Быков тоже, как и Бондарев, был на войне офицером. И видел передовую, как никто другой. Но, в отличие от Бондарева, он не описывает мысли и поступки высшего командования. А у Бондарева много полковников, генералов, линии которых переплетаются с линией офицеров и солдатной передовой. Он пытается понять, почему генералы и полковники дают такие приказы. И приказы их кажутся порой бесчеловечными, жестокими, чудовищными. Но они тоже люди, говорит Бондарев. Они тоже принимают страшные решения, для самих себя страшные. Потому что они любят солдат, любят офицеров, как людей. Но тоже хотят в то же время выиграть войну. Хотят принять важные военные решения. Для Бондарева важно, что и передовая, и штабы армии, и штабы батальонов выполняют одну и ту же задачу. Приближение победы. И война стремится истребить в человеке любовь к ближнему, прежде всего. Раз человек и человек. Бондаревские генералы, и офицеры, и солдаты. Генералы вообще кажутся по-толстовски нам родными, будто вошедшие в его провествование из «Войны и мира». Например, генерал Бессонов из «Горячего снега». «Горячий снег», конечно, лучшее его произведение. Потому что оно написано блистательно, просто стилистически безупречно, драматургически цельно. В отличие от тех же батальонов, которые хаотично до самой кульминации рассказывают нам несобранные какие-то линии сюжета, которые соединяются в един только в кульминации. Последний залп и вообще больше быковское произведение. Потому что в нем нет, опять же, тех же генералов, полковников. Все разворачивается только на передовой. Где лейтенант, простите, капитан Новиков принимает жесткие решения, еще не как генерал. Проразения Бондарева очень важны сейчас. Потому что сейчас многие либералы говорят о том, что командование высшее советское принимало чудовищные решения, не дорожило жизнями солдат, решало карьерные вопросы и на солдатам было плевать. Так вот, произведение Бондарева дает понять, как было все на самом деле. Неизвестно, что было труднее давать приказы и их решать, их исполнять. Так вот, в лучших произведениях Бондарева, в этих трех произведениях о войне, мы видим, что сложнее было сложно было и то, и другое. Во время победы это важно помнить, чтобы не очернить память советских генералов, приближавших общую победу. Как это делали лейтенанты Кузнецов, герой горячего снега, капитан Ермаков, персонаж батальонов, капитан Новиков, персонаж последних залпов. Самая трагичная ситуация в этих произведениях, конечно, в батальонах. Где люди оставались умирать без огневой поддержки, потому что была изменена, был изменен ход операции, выполнение операции было изменено. В то же время они выполняли важную задачу, они погибали небессмысленно, потому что оттягивали на себя основные силы противника, в то время как в иные фланги, уж не помню в какой, левый или правый, был нанесен удар свежими силами наших армий. Так вот, в горячем снеге, например, мы видим, как артиллерийские батареи стали насмерть, не даваясь соединиться танковым дивизиям маршала Манштейна и Паулюса, который был в это время взят в кольцо. Если бы наши батареи не встали насмерть, если бы они не заградили это движение маршала Манштейна, то, возможно, кольцо было разомкнуто и Паулюс был бы спасен. И, соответственно, борьба, битва под Саленградом была бы проиграна. Например, в последних залпах рассказывается борьба на плацдармах Польши, уже когда была освобождена Россия, сражались уже в Европе. И вот эта борьба на передовой, когда многие умирают, хочется, конечно, дожить до конца войны, но не получается. Вспомните рассказ Евгения Носова «Красный на победы» на ту же тему, уже когда в госпиталях умирали солдаты, не встретив победу, которая была уже совсем близко. Все это очень, конечно, трагично. На мой взгляд, в отличие от Быкова, Василия Быкова, который никогда не описывал мысли военного командования, который никогда не пытался проникнуть в мысли генералов и полковников, дававших приказы, произведение Бондрева эту задачу выполняют, на мой взгляд, блистательно. Это тоже необходимо понимать. Они не были изуверами, они не были чудовищами, которые не чтили своих солдат. Да, среди них были особисты, среди них были НКВДшники, смершивцы, которые выискивали предателей повсюду, и они сильно осложняли ход войны. Но при этом, как мы видим, по моменту истины Богомолова, порой они открывали настоящих шпионов и разоблачали тех, кто действительно разрушал нашу армию. Всё не так просто, как представляют порой либералы, представляют порой очернители войны, очернители наших военных командований, генералов и полковников. Всё не так просто было, как они хотят показать. Так вот, эти книги замечательные, их надо прочитать. Можете прочитать только «Горячий снег», если вы не проходили в школе. Я его проходил в школе и не прочитал на свою беду, к сожалению. Надо эту книгу прочитать, отрочит, чтобы многое понять в жизни. Прочитать и батарею на «Прость огня», отдавая предпочтение тому, что всё-таки перед «Горячим снегом» она гораздо слабее, хотя и трагичнее ситуация, рассказанная в ней. И всё-таки повествование низко хаотично, несобранное, произведение несовершенно. Именно это было первое произведение Бондарева, поэтому можно многое прости за то, что оно несовершенное. Последние залпы, второе его произведение, написанное в 1959 году. Тоже замечательный, своё мнение, текст, где капитан Новиков, чуть ли не как генерал, жесток в отношении к своим солдатам. Образы токсости, предательства, образы героизма и доблести в этих книгах постоянно. Многие линии похожи, например, линия, любовная с инструктором. Повторяю, это произведение произведения. Можно прочитать, конечно, только «Горячий снег», но я бы советовал прочитать все три произведения. До свидания.